МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вторник, 16 августа. В студии Никита Евсеев. О последних городских событиях расскажем далее. Смотрите выпуски. Прошла жеребьевка. В каком порядке будут представлены политические партии в бюллетенях на выборах в Госдуму. Также сегодня в поселке прошло распределение платных и бесплатных полос газеты «НЕЕВА» для агитации кандидатов в депутаты различных уровней. Председатель движения ветеранов Росатома Владимир Огнев второй день находится в Новоуральске с официальным визитом. Пообещали – сделали. Для жителей поселка Верхневенский построена новая современная котельная, которая будет обеспечивать их бесперебойным горячим водоснабжением. Знойное уральское лето близится к завершению, хотя по аномально жаркой температуре воздуха и не скажешь. Подводим итоги летней оздоровительной кампании 2016. Партия «Единая Россия» получила четвертый номер в бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии России. Члены Центра избиркома определяли, в каком порядке будут располагаться наименования и эмблемы политических партий в бланке для голосования по Федеральному избирательному округу. В число партий попали 14 объединений, зарегистрированных для участия в избирательной кампании. По итогам жеребьевки был определен следующий порядок размещения политических партий в бюллетене. На первом месте Всероссийская политическая партия «Родина», на втором – «Коммунисты России». Третья – партия пенсионеров за справедливость. Четвертая – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», на пятом месте партия «Зеленые», шестые – политическая партия «Гражданская платформа», седьмая – политическая партия «ЛДПР», восьмая – партия «Парнас», девятая – Всероссийская политическая партия «Партия Роста», на десятом месте «Гражданская сила», на одиннадцатом – «Партия Яблоко», на двенадцатом месте «КПРФ», тринадцатая – занимает партия «Патриоты России» и замыкает список политическая партия «Справедливая Россия». Сегодня в Доме культуры поселка Верхневенский прошла жеребьевка по предоставлению печатных площадей в газете «НЕИВА» для агитации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания области. Подробности у Ольги Бертье. Участвовать в жеребьевке мог сам зарегистрированный кандидат в депутаты, либо его уполномоченные представители по финансовым вопросам, либо доверенные лица. Безусловно, предъявив соответствующее удостоверение. Поселок Верхневенск входит у нас в территорию Мишентагильского округа, номер 171. И газета «НЕИВА» распространяется на территории Науральска и поселка Верхневенск. Поэтому, учитывая пропускной режим на территории ЗАТО города Науральска, решили провести, чтобы соблюсти все равные права политических партий и кандидатов на предстоящие выборы, проводим эту жеребьевку в поселке Верхневенск. В ходе жеребьевки разыгрывалось место агитационного материала на полосе и дата его выхода в газете. Поскольку решением Роскомнадзора в Свердловской области определено 33 печатных издания, которые имеют право публиковать бесплатную информацию о кандидатах, участвующих в выборах 18 сентября, и график жеребьевок плотный, в Дом культуры поселка Верхневенский прибыл представитель единственного кандидата, идущего на выборы в ЗАГС Собрания Свердловской области. За отсутствующих кандидатов конверты тянул лично председатель Новоуральской территориальной избирательной комиссии Павел Петраков. Сразу после жеребьевки он вместе со съемочной группой Новоуральской вещательной компании продолжил работу в телевизионной студии. На сегодняшний день такое состояние дело, что по выборам депутатов Госдумы на территории Свердловской области допущено 14 политических партий зарегистрированных, 9 по первоуральскому одномандатному округу номер 173 зарегистрировано и допущено к выборам 9 кандидатов, а по выборам депутатов ЗАГС Свердловской области политических партий допущено 10 одномандатников, будет участвовать по выборам депутатов по Кировоградскому округу 7 человек. Информация о результатах жеребьевок будет опубликована в газете «НЕЕВА» уже завтра, 17 августа, а с 24 августа газета начнет публиковать предвыборные платные и бесплатные материалы. К слову, газета «НЕЕВА» – единственное печатное средство массовой информации в Новоуральске, которое на период подготовки к выборам государство наделило высоким статусом, доверив публиковать информацию о кандидатах и партиях, участвующих в выборах в ЗАГС Свердловской области и в Госдуму. Нас это, конечно, радует, потому что мы отнесены к государственным СМИ, в общем, нам поручена очень важная функция – информировать нашего избирателя о том, кто у нас будет представлен на выборах в Госдуму и в ЗАГС Собрание. Избиратель должен знать, кто у нас идет в Госдуму и в ЗАГС Собрание, он должен получать достоверную, полную информацию, а партии кандидата должны получить равные права, что, собственно, и будет сделано нашим изданием. С другой стороны, конечно, для газеты это достаточно проблематично, потому что получается, что мы будем отдавать большую печатную площадь для публикации наших кандидатов. По словам Елены Стрельцовой, под бесплатную предвыборную агитацию «НЕЕВА» должна отдать в общей сложности 19,2 газетных полосы в четырех номерах. Безусловно, на этот период газета продолжит профессиональное, емкое и грамотное информирование своих читателей о городских событиях. Но все же журналистские материалы потеснит выборная информация. У нас получается, что газетных полос 12. Вот из них почти что половина будет занята кандидатами. А с другой стороны, журналисты «НЕЕВА» смогут в этот период заняться темами, на которые раньше не хватало времени. Кроме того, только самым авторитетнейшим изданиям области доверили столь важное государственное дело. И, по словам Елены Стрельцовой, «НЕЕВА» доверие оправдает. «Мы всем даем равные возможности. И наши горожане смогут в итоге получить информацию не только о том, кто платно заявился на нашей площади и будет как-то представлен, но и вообще обо всех партиях и кандидатах, которые будут в списках на избирательных участках, когда они придут туда на голосование 18 сентября». Ольга Бертье, Иван Вахмяков, Кеннадий Донгузов. Новоуральская обещательная компания. Завтра после выпуска программы «Объектив» и передачи «Объектив» на спорте смотрите беседу с Павлом Петраковым о ходе предвыборной агитации в нашем городе. Второй день в нашем городе с визитом Владимир Огнев, возглавляющий в настоящее время отраслевое движение ветеранов атомной энергетики и промышленности. Программа пребывания обширна. 15 августа прошли встречи с главой округа Владимиром Машковым и представителями общественной палаты округа. Сегодня состоялось неформальное общение с ветеранами ПОН по ОХК и встречи с генеральным директором комбината Александром Белоусовым. Подробности у Марии Антоновой. «Визит Владимира Огнева, председателя межрегионального движения ветеранов атомной энергетики и промышленности, включает обширную программу встреч. Основная цель – рассказать о своем видении перспектив развития атомной индустрии, познакомиться с городом, особенностями общественной жизни новоуральцев, чаяниями ветеранов отрасли. Формат этих встреч предполагал и торжественную часть – вручение знаков и удостоверений гражданин страны «Росатом». Мне одновременно было поручено вручить вот эти совершенно замечательные знаки гражданин страны «Росатом». Это, на мой взгляд, блестящая задумка госкорпорации и ее общественного совета, который сводится к тому, что, образно говоря, самые активные и конструктивно мыслящие люди, не только мыслящие, а конструктивно действующие в городах, деятельность которых общественно нацелена на улучшение городских условий». «Росатмовское гражданство» получили 80 человек. Удостоверения вручены и представителям общественных организаций города, и активистам профсоюзной организации неработающих пенсионеров Уральского электрохимического комбината. «Гражданин «Росатома» удостоверение получил. На комбинате проработал 47 лет. А на одном и том же месте, 101-м цехе – это энергия, значит, потребление энергии, весь завод, который питается, и город, который мы поддерживали, содержание, чтобы все было нормально». Владимир Александрович 43 года работает в Центральном аппарате Министерства атомной энергетики и промышленности. За это время сменилось 4 министра. Накопленный опыт и стратегическое мышление позволяют на посту председателя отраслевой организации ветеранов быть максимально полезным своим подопечным, коих более 300 тысяч. «Я считаю, что нашей отрасли очень повезло, что сегодня ветеранскую организацию возглавляет такой человек, во-первых, опытный, долго работающий в отрасли, работающий на ведущих постах, хоть он и в управлении делами возглавлял этот отдел. И сегодня человек, который умеет общаться со всеми людьми, он очень уважительно относится к людям, он сам обладает высочайшим потенциалом культурным». Главной задачей ветеранской организации Владимир Александрович видит в передаче системы духовно-нравственных ценностей молодежи, а задачу самой атомной отрасли еще шире. По словам Владимира Александровича Огнева, миссия страны «Росатом» не ограничена идеей территориального и военного суверенитета России, но стремится к суверенитету духовному. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Конкурс «Слава Созидателям» продолжается записать бесценные воспоминания ветерана, прославить свой город и выиграть современный смартфон или путевку в Орленок. Все это вполне по силам любому школьнику, который решит принять участие в проекте «Слава Созидателям». У атомных городов богатая история, которую создавали самоотверженным трудом наши отцы и деды. Сберечь страницы этой истории для потомков, сохранить в памяти героические моменты в истории нашей страны, достижения первостроителей, цель Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям», проводимого по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Перед участниками, жителями атомных городов, ставится задача попросить участника или очевидца исторических событий, связанных со строительством Атомграда и предприятия, рассказать самые запоминающиеся моменты и записать этот рассказ на видео. И эти воспоминания станут частью нашей общей атомной истории. Видеоработы будут размещены на федеральном сайте www.слава-созидателям.ру, который начал работу с 15 августа. О имена героев и авторов этих роликов узнает вся страна. Польза от участия в таком конкурсе двойная. Можно не только внести свой вклад в летопись атомной отрасли страны, но и получить достойную награду. Ведь в призовом фонде конкурса «Техника компании Apple», а также 250 путевок в знаменитый всероссийский детский центр «Орленок» по Туапсе. Уважаемые родители, расскажите своему ребенку об этом конкурсе. Прием конкурсных работ продолжится до 1 сентября 2016 года. Участвуйте и побеждайте! Региональная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в действии в поселке Верхнейвинский завершила строительство новой блочно-модульной газовой котельной. Теперь проблема отсутствия горячей воды в летний период останется в прошлом. Кроме того, новая котельная может решить еще ряд важных проблем. Рассказывает Альбина Бабкова. В течение последних 12 лет в поселке Верхнейвинский летом не было горячего водоснабжения. Старая котельная, которая отметила уже свое 60-летие, давно выработала все мыслимые ресурсы. Это грозило в том числе и авариями в зимний период. О качестве водоснабжения говорить вообще не приходится. Кроме того, старая котельная была экономически неэффективной. Муниципальный бюджет ежегодно терял порядка 20 миллионов рублей. Тем значимее было строительство новой блочно-модульной газовой котельной. На торжественном открытии побывал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Это стало возможно только потому, что с приходом губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куевышева было принято им принципиальное решение. Финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства, направленное на модернизацию и строительство новых объектов, увеличить в 8 раз. Вот его принципиальное решение направить значительные финансовые средства из областного бюджета на эту отрасль позволило возводить многие-многие объекты по всей области. Новая котельная построена по программе софинансирования из областного и муниципального бюджетов. Общая стоимость 80 миллионов рублей. Строительство было сопряжено с рядом сложностей, постоянно изменяющейся законодательства, дорогостоящей проектной работы. Благодаря слаженной работе администрации Верхневинского округа, Думе и депутатов, законодательного собрания вопрос с теплом в поселке полностью решен. Мы обеспечим бесперебойное теплооснабжение в этом году, сделаем некоторые реконструкции по сетям, по отоплению, по горячей воде и по холодному водоснабжению. И в следующем году мы в дома, где есть система учета и прочее, мы уже подадим горячую воду летом, чего в поселке Верхневинск, к сожалению, не было. Новый объект начнет свою работу уже в начале предстоящего отопительного сезона и полностью заменит устаревшую котельную. Кроме того, ввод новых мощностей поможет решить еще ряд проблем, а именно снизить себестоимость выработки тепловой энергии, снизить расход топлива и потери теплоносителя. Вот эта котельная, я уже сказал, что это вершина айсберга. На самом деле мы проделали огромнейшую работу и по переукладке тепловых сетей, и по замене отдельных участков водопроводных сетей. А за четыре года до этого мы построили новый водовод от Новоуральска до поселка, для того, чтобы обеспечить эту новую котельную нужным количеством воды. Помимо того, что мы выходим на, я думаю, экономически безубыточный уровень, компания «Облакомонэнерго», мы вдобавок еще и резко повышаем качество услуги, потому что на сегодняшний момент мы так же, как и в Новоуральске, воду для услуг ГВС потребляем из озера. Она проходит кое-какие фильтры, но тем не менее грязи немного, качество неплохое. Эта котельная работает на хозяйственной питьевой воде, то есть она намного чище и качественнее. Но главное, что для 4,5 тысяч жителей поселка новая котельная – это гарантия качественного и бесперебойного теплоснабжения. Ждем, что надеемся, все будет. Тепло у нас всегда есть. У нас все лето, только вот на лето, ой, зимнее время и осенняя горячая вода, вот только у нас немножко перебоев тут были. Наверное, ждет нас горячая вода круглогодично, поэтому ждем, когда откроется с нетерпением. А то лето у нас, понимаете, без горячей воды, то там, то там кто-то эти ставит, нагреватели, кто в бане. Но сейчас будем мыться мы вот при своей котельной горячей водой. Кто водонагреватели ставит, я вот не ставлю. Жду. Альбина Бабкова, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания. Знойное лето в этом году радует уральцев погодой. Сейчас на календаре уже середина августа. Совсем скоро начнется новый учебный год. 1 сентября школьники встретятся с одноклассниками и поделятся впечатлениями о летнем досуге. Детям и подросткам будет, что рассказать друг другу. В 2016 году летняя оздоровительная компания охватила все традиционные виды отдыха и оздоровления детей. Немного статистики расскажет Анна Акрамова. В июне в Новоуральске было открыто 17 лагерей дневного пребывания на базе 11 учреждений. Помимо этого еще 180 школьников проведут досуг во время осенних каникул в четырех лагерях дневного пребывания Новоуральска. Этим летом 80 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в управлении внутренних дел, участвовали в многодневных туристических походах. За счет средств местного бюджета проводились категорийные походы различной сложности. Подростки участвовали в сплавах по рекам Среднего и Северного Урала. В этом году, начиная с января, 540 новоуральских детей прошли курс оздоровления в санаториях по линии Федерального медико-биологического агентства. Дети по бесплатным путевкам съездили в 10 здравниц России. Кстати, ребята на днях отправятся в санаторий Решма Ивановской области. К слову, 540 человек – это своеобразный рекорд. Так много детей в санатории по линии ФМБА еще не отправлялись. Традиционно популярны среди новоуральских школьников и загородные лагеря. Так в Таватой отдохнули более 350 ребят. 400 детей провели лето в лагере «Зеленый мыс». Это школьники, у которых родители трудятся на ОХК – организация госкорпорации «Росатом», расположенных на территории новоуральского городского округа. Традиционно этим летом двери распахнул и загородный муниципальный оздоровительный лагерь «Самоцветы». Путевки сюда были раскуплены родителями молниеносно, в кратчайшие сроки. С большим удовольствием здесь провели каникулы – 1500 детей. Атмосфера очень дружелюбная. С каждым годом все интереснее приезжать, играть в какие-то игры уже общелагерные. То есть это очень интересный лагерь, который, мне кажется, для меня на первом месте. Здесь очень весело, тут классно, мне вот нравится. В первый день все начали реветь, кроме меня. Мне нормально приехал первый раз сюда. Но потом я захотела домой, но нет. На следующий день мне вообще хотелось здесь остаться даже жить до конца лет своих. Мне понравилось, я нашла себе новых друзей. Понравились лагерные мероприятия. Нашла себе вторую половинку. Пока школьники беззаботно проводили свой досуг в самоцветах, взрослые усилили меры безопасности. В связи с печальными событиями, произошедшими этим летом в лагере Карелии, по всей стране усилили меры безопасности и пребывания детей на летнем отдыхе. Так в самоцветах прошло 18 серьезных межведомственных проверок. И сегодня можно утверждать, что лагерь их достойно выдержал. Дети, ежегодно отдыхающие в самоцветах, отмечают, что каждый раз лагерь преображается. Здесь проходят ремонтные работы. 11 августа дети вернулись из самоцветов с последней третьей смены. Сейчас лагерь пустует. Однако уже следующим летом он вновь встретит детей в новом виде. С 20 августа тут начнется ремонт двух больших корпусов на четыре отряда каждый. Ребята и сотрудники лагеря называют эти корпуса «восьмерками». На ремонт зданий выделено 34 миллиона рублей. 7 из областного, остальные средства муниципальные. Всего же финансирование оздоровительной компании составило 37,5 миллионов рублей. В том числе 16,5 миллионов выделено из местного бюджета и 21 миллион из областного. В продолжении темы. Во Всероссийском детском центре «Орленок» прошла отраслевая смена для одаренных детей городов Росатома. В лагере «Штормовой» посчастливилось побывать 15 юным новоуральцам, победителям Олимпиад и конкурсов. Своими впечатлениями они поделились в студии НВК. Школа Росатома совместно с Институтом образовательной политики Эврика каждый год готовит для детей именно этой отраслевой смены для одаренных детей из городов присутствия госкорпорации Росатом интересную программу. В этом году в программе было предусмотрено, как это заявлялось, я могу сказать, как это было, расскажут дети. Заявлялось, что будет пять направлений – инженерная школа, удивительная математика, Атом-ТВ, театр и изобразительное творчество и дизайн. И предполагалось, что вся смена будет поделена условно на три периода. В первом периоде ребята могли попробовать себя в различных направлениях, надеюсь, они это и сделали, потому что это интересно тем, кто рисует, попробовать себя в физике. А физикам попробовать себя, например, в театре или в изобразительном творчестве. Во втором периоде они участвовали уже непосредственно в проектной деятельности. Они выбирали себе направление, которое им по душе, которое им по силам. И образовывались группы, в которых они создавали свои проекты. И самое интересное, что за всю смену они успели не только создать проект, но и предъявить результаты этого проекта уже всему сообществу, которое находилось в этом лагере. И кроме того, конечно же, были интереснейшие встречи у них и с людьми, и мастер-классы. Поэтому мне сегодня тоже очень интересно из первых уст услышать, как же это было. Мы ходили в первую неделю по всем мастер-классам и не знали просто, что выбрать. Я, например, металась между креативным мышлением и физикой. И все-таки выбрала физику, потому что педагог мне очень понравился. Ну и какой проект ты защитила в этом направлении? И в итоге проект я защищала по физике, по молекулярной физике, удельная теплоемкость плавления льда. Очень интересная тема для девочки. Как вообще такое возникло желание в этом себя попробовать? Отдельная теплоемкость плавления льда. Но вообще школа Росатома, она не зря называется именно школой, потому что хоть ты приехал на море, но море морем, а от физики не убежишь. Но купаться успевали? Редко. Редко. Мы успевали купаться, но это вот так, в перерывах между завтраком и проектами. И, например, в перерывах между сончасом и проектами. Вот, то есть там совсем немного времени, но да, мы все успевали, в принципе. Вот. По физике, как я сказала, мой проект назывался... Ну, не мой проект, мы работали вообще группами, и наш проект назывался «Определение удельной теплоемкости плавления льда». Это табличная величина, и нам было с ребятами именно интересно, как определяют табличные величины. Вот. Ну и мы взяли лед, взяли... А где вы взяли на Черном море лед? А, да. Лед нам... Лед и вообще все оборудование, с которым мы работали, нам предоставляли наши учителя. Вот. Нам все предоставили, и мы уже непосредственно занялись проектом. Вот. Интересно было? Да, очень интересно. Мне понравилось, потому что у нас, например, в школе не могут предоставить физику на практике, а здесь новое оборудование, новые какие-то измерительные материалы, приборы, и было очень интересно. Находясь на восьмой смене Орленка, к нам приезжали представители из Росатома. Они рассказывали о безопасности ядерной промышленности. Также была устроена конференция, на которой абсолютно все могли задать вопрос и, ну, безусловно, получить ответ. Также в конце смены был поставлен мюзикл. Всем очень понравилось это представление. Шло два дня, 3-4 августа. И также на представление цитика-семицетика Александр Олешко и Эдгар Запашный отметили свой день рождения. Полную версию беседы с ребятами смотрите в четверг, 18 августа, в программе «Школа успеха». Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды и афишу киноцентра «НЕЕВА». Затем эфир продолжит программа «Время итогов». В ней главный редактор НВК Лидия Голубева продолжает беседовать с политологом Александром Рыжковым и журналистом Иннокентием Шереметом. Оставайтесь с нами и, главное, помните, Новоуральская вещательная компания с вами всегда. Тройное дабы, новоуральск.тв. Новоуральская вещательная компания